Да, Путина неожиданно снова попросили на царствование, продлить царствование или остаться рабом на галерах еще на один срок, как кому больше нравится. Вот интересно, что роль трудового народа, который раньше просил Путина, да, об этом на пресс-конференциях, там, задавал этот вопрос, в этот раз доверили военным, командиру Жоги из так называемой ДНР. Наводит ли вас на мысль, что тема войны станет заглавной в ходе этой избирательной кампании? Раньше многие политологи говорили, что темы войны, наоборот, Путин будет тщательно избегать, ну и усиливает, наверное, это подозрение, что тема войны будет жестко эксплуатироваться во время избирательной кампании. Это логотип кампании, да, это избирательная, вот эта буква «В», российский флаг, вывернутый в эту латинскую «В», это символ агрессии Российской Федерации в Украине, «З», «В» и так далее. Вы знаете, да, меня это удивило, так же, как и всех моих коллег по экспертному сообществу, потому что было бы понятно это где-нибудь там в 2014 году, было бы понятно в 2015 году, было бы понятно еще даже год назад, вот еще до отступления из-под Херсона, из-под Харькова, еще было бы понятно. Но вот сейчас непонятно, потому что, во-первых, нет заявленного успеха, Киев за три дня, все, нету, из-под Киева ушли, из-под Сум ушли, из-под Чернигов ушли, из-под Харькова ушли, из-под Херсона ушли, отовсюду ушли, по любимой путинской сказке «Колобок», и от тебя ушел, и от тебя я тем более уйду. Вот, ну, что-то в этом роде, да. Вообще, вся эта история доказывает, во-первых, чрезвычайную непрофессионализм и даже идиотизм Путина и путинской команды. Потому что они, вот особенно с этой буквой «В», давайте мы с этой буквой «В» начнем. Латинская буква «В». Вот даже тогда, когда ее придумали в начале специальной операции, это очень странная вещь, потому что Путин постоянно говорит, что Запад плохой, что он борется с Западом, что Запад загнивает, что Запад разлагается, что у Запада нет никаких ценностей. И что единственные ценности – это Россия, матушка, это, значит, ну, ему вторит патриарх и говорит, что там православие, народность, семья и так далее. И почему-то они не нашли букву из кириллицы, значит, из русского алфавита для того, чтобы все это дело обозначить, а почему-то им понадобилось две латинские буквы. Да, вот я совершенно не понимаю, как можно за символ борьбы с Западом брать западные буквы. Это первое, это уже что касается его операции. А теперь это дошло до полного идиотизма, потому что, кстати, меня заставило это немножко покопаться, и я вынужден был сказать, что я пошляпил немножко вот эту букву «В», потому что она уже не первый раз появляется, она вот не сейчас появилась. Она появилась в сентябре месяце во время избирательной кампании, так сказать, которая прошла, так сказать, в единый день голосования в сентябре. И тогда уже эта буква «В» в цветах российского флага, она, так сказать, присутствовала. Почему это идиотизм? Потому что у меня, ну, кроме того, что это латинская буква для того, чтобы обозначить борьбу с латинскими символами, берется латинский символ. Это просто дурдом, это Кащенко, это шизофрения. Ну, к этому я давно уже привык, потому что, ну, когда у людей иконы и портрет Дзержинского рядом в одном кабинете в ФСБ висят, то, в общем, понятно, что их временно всех выпустили из Кащенко и посадили в эти самые кабинеты. Главное другое. Они не обладают вообще никакой, не то что политической грамотностью, а даже просто культурностью. Потому что был замечательный фильм, который вышел в 2006 году, который назывался «Ve for Vendetta». Это такой английский фильм. По-моему, его продюсировали братья Вашовские. Ну, он с английскими актерами, он про Лондон. И если наши зрители его не смотрели, я всем советую, потому что это такая антиутопия, которая мощнейшая. Это вообще для меня один из самых эпохальных фильмов вообще антиутопичных. Я его ставлю в единый ряд с 1984 Джорджа Орвелла, романом. Вот, то есть это примерно такая же штука, где смысл этого романа заключается в том, что в Англии фашистская диктатура, вот абсолютно Путин такой вот, да. И это в Англии, вот, ну, по Орвеллу. Вот, и, значит, появляется какой-то некий такой анархист, который, как выясняется, человек, на котором экспериментировали химическое оружие, и он стал таким неуязвимым, он может вообще там драться с кем угодно, убивать с кого угодно, и ничего ему не будет. Но самое главное то, что он, когда с ним экспериментировали, когда ликвидировали эту программу, там был пожар, и у него сгорело лицо, кожа. То есть, ну, он очень сильно обгорел, поэтому он не может ничего показывать, и поэтому он носит маску. Он носит ту самую маску, которая потом реальное движение «Анонимус» взяло за свой символ. Логотип. И это, да, за логотип, в качестве логотипа, в качестве символа, в качестве основной своей картинки и так далее. Вот. И самое главное, этот фильм о чем? О том, как в этой фашистской диктатуре спящий, абсолютный, забитый народ восстает. Ну, для этого, естественно, приносится в жертву этот самый человек, и взрывается там, значит, дворец юстиции. Там вот в Лондоне есть такой дворец юстиции, и его надо взорвать, чтобы показать, что нет никакой юстиции, и народ на самом деле восстает. И причем, когда народ восстает, то полиция, которая до сих пор их разгоняла, и специальные службы, которые их убивали, принимают в сторону народа, и убивают вот этого диктатора и так далее. То есть для Путина хуже картины, чем эта, вообще нет. Потому что это вот про то, что сейчас происходит напрямую в Российской Федерации. И взять за символ выборов Путина вот такую букву «В» из фильма «Ви по вендетта». А там многократно обыгрывается эта буква, потому что там на определенном этапе он даже, этот персонаж, он такой очень культурный, очень воспитанный персонаж, и он выдает фразу, где все слова начинаются на букву «В» английскую «Ви». Те, кто изучают английский язык, я вам еще советую этот фильм посмотреть прямо в оригинале, потому что там, ну, просто замечательный английский язык. Я просто балдею со всех сторон. То есть эстетически это красиво сделано. Актеры прекрасные совершенно английские, великолепные совершенно актеры. Сценарий блестящий. Все блестяще. Вот. И Путин вдруг делает эту букву «В». Ну, вот такая вот. Ну, идиоты. Ну, они просто идиоты. Я давно уже, повторяюсь, замучил наших зрителей, потому что каждый раз приходится говорить, какие они идиоты, и каждый раз приходится оговариваться, что это я не оскорбляю Путина, это констатация фактов, это экспертная оценка. Потому что когда люди загоняют вот такое... То есть спросить у любого политтехнолога, который занимался выборами, и спросить его, нужно ли в стране, в которой, значит, говорится о семье, о православии, значит, о народности и славянизме, брать ВИИЗ за символы борьбы с противным лагерем. Ну, вам все скажут, что это идиотизм, это полный идиотизм. Что касается военных и того, что Путина предложили из военного лагеря. В этом я вижу символизм продолжающийся, потому что, на самом деле, я вам напомню, что в начале этого года, когда Путин обращался к нации в ночь с 31 на 1, он это делал на фоне военных. Но, правда, потом там нашли, что это никакие не военные, а на самом деле все офицеры ФСО переодетые, потому что их уже нашли тех же самых, которые там одна была молочницей, потом была какой-то там кондитерской какой-то дамой, продававшей мороженое дважды, кстати, Путину, ну и так далее. То есть там анекдотов было много, потому что и в этом смысле они тоже были идиотами, они всегда были идиотами, но особенно в последнее время. Но он год запустил, 23-й, под символом не народа, а военных. То есть на самом деле вот он тогда уже задал такую штуку. И, значит, получается, что у них 24-й год тоже такой же, то есть военные. Причем еще тогда, когда он запускал это в 24-м году в начале, в 23-м году, там 31 декабря, это уже было смешно, потому что офицеры ФСО переодетые в воен. А тут, значит, предатель украинский, который якобы там сепаратист, потому что на самом деле никаких сепаратистов в Донбассе нету. В Донбассе был Гиркин ФСБ, который просто нанял всю шваль, которая только была в Донецке, и всю шваль, которая только была в Луганске. И всю эту шваль, значит, поназначали какими-то маленькими начальниками, потому что большим начальником был Сурков в Москве и Российской Федерации, которая их снабжала оружием там и российские спецслужбы. И когда Гиркин, кстати, издевался над этой жопой, извините за выражение, над этой жогой, потому что где-то на 9 мая он его увидел и сказал, что вот я у него там увидел медальку за защиту, за освобождение Славянска, а он там никогда не воевал, потому что это я в Славянске воевал, это я вообще всю устроил заваруху, я вообще устроил эту войну, ну, в смысле не я Жирнов, а я Гиркин, вот. И он над этим самым жогой издевался, он говорил, что это подставной ряженый клоун, который обвешан никаким медалем, потому что никогда в жизни не был никаким военным, не воевал нигде и ничего. Вот, и Путин вдруг, значит, вот от этого военного исходит, значит, предложение к Путину. Оно, по сути, значит, получилось так, что Путина на обвешивании, он, значит, обвесил их сначала какими-то там наградами, а потом они его обступили плотным, значит, кружком таким, там какая-то еще мусульманка такая вся такая, чуть не в паранже, стояла сбоку, с припеку, это, так сказать, в сторону Кадырова у Путина, значит, такой Алаверды, вот. И они стали ему давить на мозги и говорить, что Путин, давай иди, типа, избирайся. Вот, а я вам напомню, что в законе о выборах президента Российской Федерации часть вторая первой статьи прямо запрещает оказывать давление на человека, то есть его волеизъявление должно быть свободным и собственным, и никто не может на него оказывать давление ни как в смысле того, что он должен идти, или как в смысле того, что он не должен идти. А тут стоят военные, обступили, ну, чуть не с автоматами, значит, и с пистолетами к виску Путина, и говорят ему, не пойдешь, типа, замочим. Вот такая картинка получается. Вот такая картинка получается. То есть это нарушение закона. Плюс я вам напомню еще всем тем, кто его не читал, а его читать сложно, потому что он такой мудренный закон, что пятый пункт третьей статьи прямо говорит, что человек, который отсидел два срока, не может идти в президента Российской Федерации. Потому что Путин, когда принимал этот закон, он хотел откорректировать вот то, что ему там в 20 лет говорили, что вот там два срока подряд. И они избавились от этого слова подряд, теперь в законе написано два срока, точка, все, до свидания. И никто не может. Но тут же оговорились. Но поскольку Путин в этот момент был в офисе, и как бы новая норма возникает, то она на него не распространяется, потому что новые нормы – это только в будущее, а не в прошлом. И получается, что человек, который отсидел шесть сроков, там, пять сроков, да, потому что мы все понимаем, что медведевский срок – это тоже путинский срок. Вот, четыре формальных, а на самом деле неформальных пять. И идет на шестой срок, а закон запрещает третий. А Путин идет на шестой. И это издевательство над здравым смыслом и над законом, даже тем самым законом, который принял сам Путин. Вот, так что, в общем, эта вся бодяга, в ней нет ни логики, нет ни здравого смысла. И самое главное, от Путина все устали. Это, по-моему, понятно даже тем россиянам, которые смотрят Соловьева, Скамейкину. Потому что 24 года человек один и тот же сидит. Причем, если бы он молодел и становился умнее, то было бы хорошо. А он стареет и становится глупее. Да, и по этому поводу возникает всегда вопрос. И тот же самый, даже Путин, когда он пришел к власти в 2000 году, он говорил, что я не собираюсь идти на третий срок, потому что это лишено смысла. Потому что человек, который сидит два срока, он становится увлеченным властью, он становится идиотом, он перестает воспринимать реальность и жизнь. Это все говорил Путин. То есть, в принципе, он все это сказал. То есть, если вот сейчас не нужно никаких Навальному придумать или там российской оппозиции, не нужно никаких плакатов. Нужно просто нажать видео с Путиным, который говорил, что человек, который сидит больше два срока, абсолютный преступник и идиот, и сволочь. Вот, и все. И тиражировать это на всех каналах. И мы, кстати, будем... Теперь мы задолбаем наших слушателей, потому что каждый раз, когда будет разговор про выборы, мы будем про это дело напоминать. Ну, выбор темы войны, он, наверное, тоже не случайный. А из чего выбирать, да? Кроме как на воен... Кстати, наверное, скорее всего, ему и военные пообещали. Тот же Шойгу с Герасимовым. Могли же ему пообещать, что вы, давайте, педалируйте эту тему, мы вам какие-нибудь там мелкие победы, возьмем два сарая на востоке Украины, объявим это огромной победой геополитической, в общем-то, и не будет у вас проблем с голосованием. Выбирать-то не из чего. Благосостояние не растет. Вот последнюю неделю смотрим, да? Холодильник пустеет у россиян. А чем меньше там продуктов, тем, в общем-то, меньше любят они власть в Российской Федерации, да это и в любом обществе. Смотрите, как смешно получилось. Когда Путин демонстрировал, что у него есть еще политические тестикулы, да, и он пойдет на эту специальную избирательную операцию, на бытовом уровне оказалось, что у него проблемы с яйцами, извините. Потому что яичных бунтов. До яичных бунтов уже недалеко в Российской Федерации. Регион за регионом, ночами стоят в очередях, если выбрасывают чуть дешевле этот продукт. Вообще до смешного дошло. Генеральный прокурор Российской Федерации взял на контроль дело о подорожании яиц в регионах. Ну, скоро начнут, наверное, сажать по яичным делам. Помните, как было луковое дело в Советском Союзе? На кого будут списывать, как вы думаете, это подорожание продуктов? Ведь надо же будет назначать главных, ответственных за ухудшение жизни россиян. И как это может повлиять, в общем-то, на политическую ситуацию в стране? Списывать будут на Байдена и на Израиль. Потому что, безусловно, если что-то... Конечно, это Байдена обязательно. Или на Таняху. Теперь уже появился новый враг. Раньше он был другом. А теперь, значит, он уже тоже враг. То есть, списать только на них. Потому что это только в Китае нормально борются с коррупцией. Потому что там просто расстреливают показательно коррупционеров. И, в общем, там коррупции немножко меньше, чем в Российской Федерации. Хотя тоже есть и остается. А была, кстати, больше, чем в Российской Федерации. Дальше, в принципе, я бы хотел сначала, прежде чем вы формулировали мысль, возразить немножко и сказать, что, вы знаете, у них же мозгов-то, в принципе, не очень много, на самом деле, в массе. То есть, каждый человек вроде разумный. А когда собираются в массу, они превращаются в стадо баранов. Которые смотрят Скобейкину и верят в то, что там чем-то им говорится. Вот это так я разбирал, кстати, посещение вот этой выставки достижения народного хозяйства. То есть, грубо говоря, когда выставкой достижения народного хозяйства в нормальной стране является супермаркет. Да, и все. Это вы приходите в магазины, все, что вы можете купить, это вот достижения народного хозяйства. А дальше выставкой достижения народного хозяйства является ваша квартира и ваш дом. И то есть, если у вас есть квартира, если у вас есть дом, если у вас машина есть, если у вас есть хорошая одежда, красивая жена, красивые дети, то вот это достижение народного хозяйства. А если вас одевают в стилогрейки и водят на ВДНХ, чтобы показать, что на самом деле у вас все плохо, вы в дерьме в полном живете, и вся страна в дерьме, но зато у нас есть выставка, на которую вы можете прийти, посмотреть, и вы станете счастливы, потому что вам покажут картинки виртуальные, где показано, что все в этой стране замечательно. И, кстати, Путин, у меня складывалось сначала впечатление вот такой политической подготовки к выборам, что он решил вот на этом играть, потому что он начал сейчас с какими-то детишками говорить про какие-то там семьи, аборты и так далее. То есть явно было, что ему невыгодна война, которую он проигрывает и которую он не может выиграть уже два года. И вдруг это дело все накрылось медным тазом. И на самом деле, вы знаете, по-моему, все-таки есть какая-то интрига. Меня, конечно, будут тут же обвинять в том, что это, так сказать, конспирология. Вот я всем буду, опять же, объяснять, что Комитет государственной безопасности и все спецслужбы профессиональные конспирологи, которые только этим и занимаются. И по этому поводу, когда вы меня обвиняете в конспирологии, это вы им делаете, так сказать, комплименты. Потому что это значит, я хороший профессионал КГБ. Потому что КГБ занимался конспирологией целыми днями. Работа такая, нам за это деньги платили. Но дело в том, что тут на самом деле какие-то есть странности. Посмотрите. Вот Путин 8 числа экспронтом совершенно невыгодного какого-то жопу и ответил ему, я иду на выборы. И теперь нет никакой интриги с пресс-конференцией, с прямой линией 14 декабря. Зачем ее проводить? Потому что все ждали, чтобы он там объявил. И если бы он не объявил, то мы бы еще там подумали, посмотреть нам ее до конца, а не посмотреть. Теперь ее смотреть не очень просто. Потому что главная интрига была, когда Путин выставил свою кандидатуру. Теперь этой интриги нет. И возникает даже вопрос, а почему он это сделал? То есть это абсолютно нелогичная вещь. То есть такое впечатление, что кто-то ему, этот самый Кириенко, говорил, что вообще надо было объявить 4 ноября, когда там было общество знания и так далее. Единый день согласия в Российской Федерации. Путин почему-то тогда-то не объявил. А тут вдруг он объявляет, но не в тот день, когда это выгодно ему объявить. Потому что, в общем, допустим, в 2011 году, когда они с Медведевым обратную рокировку делали, собрались в СЕС, партии «Единая Россия», и там все это дело торжественно объявили. То есть это было красиво, так сказать, и Медведев плачущим голосом говорил, что я вот дурак такой, видите, и вот я теперь отдаю власть этому самому хмарю, которому старому, который здесь сидит. И видите, у меня счастье полные штаны от того, что я ему отдаю все это дело. Это было прямо на морде у него написано, какое счастье у него, и сколько в штанов у него было счастья. А здесь даже этого нет. И, кстати, вот Путин, значит, 8 числа это объявил, а 9 числа тут же собралась такая организационная группа, партия «Единая Россия». Но почему-то не президент партии, не председатель партии Медведев председательствовал на этом сборище, а Турчак, который его первый зам в этой так называемой партии «Единая Россия». Мы заранее нашим зрителям еще раз скажем, что нет никакой партии, нет никакой «Единая Россия», нет никаких миллионов членов, потому что ни один член этой партии, извините за выражение, вот член партии, не вышел защищать Путина 23-24 июня, когда шел Пригожин на него с государственным переворотом. То есть никакой партии нет. Ее и до этого не было. В 2011 году, кстати, Навальный тогда придумал классный лозунг, как бороться с этими выборами. Он, значит, ПЖВ. Партия жуликов и воров. Да, значит, придумали такое сокращение. А сейчас даже и этого нету, потому что они уже даже не жулики и воры, они даже просто идиоты. Я уж не говорю, ну, просто преступники. Но почему-то Медведев тоже исчез куда-то, да, и почему-то не Медведев, а… Там причина, может быть, банальная, да? Нет, причина банальная, конечно, да. Но, значит, это было не запланировано все. То есть, значит, это было все спонтанно. Потому что если бы это было запланировано, то Медведева, наверное, там кололи ему чего-нибудь, под капельницу посадили бы на 48 часов, залили бы его там кофеем изнутри, и все, и он бы на 15 минут был бы вполне себе презентабелен для того, чтобы сказать, что, вот, значит, моя пара «Единая Россия» выступает за товарища Путина. Вот. А тут, значит, не на что? Возвращение проступили вот здесь, как у Брежнева. Как у Брежнева. Очень-очень похоже. Спасибо. Вот я с его внуком учился ему вместе, поэтому… Да. Вот, так что, очень… Потом, а то сейчас отключемся. Да, внука еще обсудим, обещаю. Да. История, в общем, странная какая-то, да, потому что явно это был какой-то экспромт. И вы знаете, Даша, у меня, кстати, родилась другая идея. Я сегодня пытал, вот у меня сегодня была запись, мы с вами записываем вечером воскресенья, а у меня была утром воскресенья запись с генералом СВР. И я его там пытал по поводу, значит, вот этой программы, там, транзита и так далее. Причем жестко пытал, там люди даже мне стали говорить, что это такое агрессивное и так далее. Вот. Я пытался от него получить логику. И логику вот движения двойников. Зачем нужен двойник? Потому что двойником сложно, на самом деле, управлять. Да, и двойник, на самом деле, это очень опасная вещь, потому что он возьмет и выйдет из-под контроля. Мы же на Путине это видели, да, потому что Путина Татьяна Диченко и Валентин Юмашев, дочка Ельцина и зять Ельцина, сделали Путина, то есть, грубо говоря, охмурили папу, чтобы он назначил этого Путина, потому что они были убеждены, что он такая игрушка мягкая, плюшевая, которая будет делать все, что хочется. А в итоге получился вот такой, который сидит уже 24 года. Вот. То же самое, кстати, было с Брежневым в свое время, там, когда Шерепин, Косыгин, Подгорный, Микоян скидывали Хрущагу. И с двойником может быть такая же штука. И вот у меня такое впечатление, кстати, я пытался генерал СВР спровоцировать на это дело, я его троллил откровенно совершенно. Вот. У нас такая необычная беседа получилась в этом смысле. Вот. Потому что я его выводил вот на какую вещь, что двойник начал играть собственную игру. Потому что, на самом деле, выборы, если за двойником, если Путин действительно мертвый, а идет двойник, то для патрушева это очень плохо, на самом деле. Потому что двойник таким образом станет легальным, легитимным царем. Вот. И после того, как его изберут в народе, он может просто патрушево расстрелять и сказать, пошел вон ты, но мне больше не нужен. Вот. А генерал СВР говорил, да он там не разбирается в управлении государством. Я говорю, а кто разбирается? Путин разбирается в управлении государством. Зачем ему разбираться? У него есть администрация президента, у него есть премьер-министр, у него есть кабинет министров, там все министры. Они тоже ведь не разбираются? Что, сын Патрушева разбирается в сельском хозяйстве, что ли? Извините меня. Что, Патрушев разбирается в управлении государством? Кто из них разбирается в управлении государством? И если бы это когда-нибудь, кого-нибудь останавливало от участия... Актер Рональд Рейган разбирался в управлении государством голливудский. Не в жизнь. У него идеология была, и он выстраивал идеологию. А в управлении государством он совершенно не понимает ничего. Трамп не понимает. Байден понимает, потому что он 50 лет сидел в Конгрессе. И получается так, что у меня такое впечатление, что 8-го числа двойник просто по собственному разумению взял и вышел и сказал, а я иду на выбор. И эта интрига получается довольно интересная. Если это двойник, то получается, что двойник устроил Пригожинский мятеж, но просто еще люди не поняли, что это Пригожинский мятеж. И вот теперь интересно будет посмотреть, что с ним дальше будет, исчезнет он или не исчезнет, и что будет проходить на этой линии. И вообще, дойдет ли он до выборов? Кто-то должен был санкционировать, или это могло быть, если это двойник, конечно, если мы эту версию сейчас крутим, разбираем, с позволения чего-то, или уже могла быть самостоятельная игра? У меня такое впечатление, что это был абсолютный импровиз. Абсолютный. Для Путина это нормально, потому что Путин сам себе, сам с усам. Вот, хотя мы уже не раз говорили, что когда он занимается импровизом на вещи, которые требуют конкретных знаний и умений, то получается все через ***. Вообще у Путина в последнее время такое ощущение, что кто-то ему создает вот эти условия, что у него именно все получается через вот это мягкое место, которое вы только что назвали. Я не могу. Смотрите, первый пример был в голове, я сейчас не вспомню, возможно, вспомню чуть позже. Выходит Путин, что-то обещает, через несколько дней другие органы делают все абсолютно наоборот. Во-первых, с мобилизацией это уже нет. Последний, самый яркий пример. Путин, все были в шоке, никто не ожидал, Путин заступился за представителей ЛГБТ-сообщества. Сказал, что они имеют право творить, выступать и так далее, и так далее. Через несколько дней Минюст свое решение, еще через неделю решение Верховного Суда, и начинаются уже чистки, облавы по всей стране. Но не складывается у вас такое впечатление, что уже какой-то лагерь есть, который начинает, если не множить Путина на ноль, то как-то понижать его репутационный вес, политический вес? Или я там уже слишком между строк вчитываюсь? Нет, это замечательная экспирология. На самом деле я ее вижу уже много месяцев. И для меня, мы, кстати, с вами это уже обсуждали в наших передачах, правда, вот не в этой программе «Тайни Жирновым», а в аргументе. Почему? Я вам обращал ваше внимание на то, что раньше, когда Путина показывали, его показывали в очень выгодном плане. То есть маленького Путина снимали с нижней точки, и поэтому получался такой гигант, который нависал над камерой, которого нельзя было сравнить таким образом с вокруг стоящими людьми, потому что все они нависали над камерой примерно на одинаковом уровне, и поэтому получалось, что он чуть ли не выше всех остальных. А в последнее время его стали снимать, судя по всему, просто офицеры его охраны и очень невыгодные ракурсы. То есть вот стоит этот самый Павел Зарубин, молодой такой, его любовник нынешний, который, я, кстати, тут недавно прочитал его биографию, у него, оказывается, рост метр девяносто. То есть он на 30 сантиметров, а Зарубин, он на 30 сантиметров выше Путина. И сделать этого человека главным журналистом, который постоянно берет интервью у Путина, это просто такое издевательство над Путиным, которого очень сложно придумать. То есть вот здесь трудно не увидеть, что кто-то очень хочет унизить Путина. То есть когда ставят умышленно рядом с ним целыми днями человек, который постоянно берет у него интервью в Кремле, который на 30 сантиметров выше его ростом и молодой, это просто издевательство над Путиным. И вот тогда у меня зародилось уже такое сомнение, что вокруг Путина есть какая-то группа, которая просто хочет потихонечку привести к тому, что вот он народу просто станет смешон. Я сразу вспомню такую детскую сказку, стишок такой. Купил кукушонок капюшон, как в капюшоне он смешон. И вот купил Путин этого самого Зарубина, как на фоне Зарубина Путин смешон. Это ужасная совершенно вещь. Она же много месяцев уже продолжается. И несмотря на то, что это, кстати, в наших эфирах мы обговаривали, и я обговаривал не только с вами, это продолжается. И я вообще высказывал, что вот когда Путин дает этому Зарубину интервью, вы посмотрите, как у него глаза блестят. То есть там явно совершенно... Я сопутался. Этот Зарубин, он сейчас любовник Путина, по вашей версии. Он, с одной стороны, он любовник Путина, но, с другой стороны, это человек, который компрометирует Путина не только своим присутствием, потому что он любовник, а потому что он на 30 сантиметров его выше. И то есть... У меня уже заголовок родился. Любовник Путина унижает его своих интервью. Потому что он унижает его еще дальше, потому что, ну, мало того, он выше. Но вот можно было бы поставить камеру снизу, с нижней точки, и тогда бы это все дело сглазилось. А нет, ставят камеру на уровне головы Зарубина. То есть видно, что этот маленький старичок где-то там внизу что-то там вякает, и его там в лупу не видно. То есть в телескоп надо смотреть, чтобы его увидеть. А на других фотографиях, то я над ним уже и издевался, но не знаю, что я говорю. Это все дело продолжается. То есть, наверное, все-таки группа серьезная. Потому что он... Ведь можно поставить вычеловек телевизионный, но даже не телевизионным людям можно объяснить, что... Когда вы делаете интервью, у вас может быть микрофон, такая петличка, которая вешается куда-то там вам, там пиджайджок, ее не видно совершенно, и все, она очень красиво делается. А этот Зарубин ходит постоянно не просто с микрофоном, а с таким длинным микрофоном, который, если вот его смотреть со стороны, сбоку, как вот Зарубин стоит с микрофоном, и Путин за него отвечает, то это абсолютно оральный секс получается. Вот визуальная картинка орального секса. То есть этот Зарубин молодой. Стоит Путин, значит, у него блестят глазки, и у него микрофон, который абсолютно... Ну, это такая порнуха. Это просто жуть. И вот кто за видеть это санкционирует? Но ведь кто санкционирует? Вот если этот человек считает себя профессионалом, то он просто идиот. А если он это делает специально, то он делает все, чтобы из Путина сделать посмешище, клоуна и старого пердуна. Ну, возможно, это делает Путин, если действительно вы правы, и они спят вместе, то он может крутить... Ой, этот Зарубин может делать, если вы правы, и они спят вместе, то он может крутить Путиным, как цыган солнцем. Но Алина Кабаева тогда, вот мне вспомнилась, на этой неделе продемонстрировала, нет, Путин мой. Она вышла на пресс-конференцию, блистала обручальным кольцом. Отчего вдруг она явилась народу? Кстати, по версии генерала СВР вашего, и Соловья, она была чуть ли не возле холодильника с телом Путина, заточена в темницу, и сидела под глубоким домашним арестом. Явление Алины народу для чего? Ну, это какая-то тоже такая попытка пиара, что вот типа она не за... Потому что Соловей говорил, что она под домашним арестом, генерал СВР говорил, что она под домашним арестом, и вот это где-то там процитировали какие-то западные средства массовой информации, и международные, потому что их цитируют довольно широко. Хотя оговариваются, что подтверждений никакого нет, но не сказать нельзя. Вот особенно там жёлтая пресса английская, и так далее, таблоиды. И её выпустили. Ну, вы говорите, она, так сказать, доказывала что-то. А что это кольцо доказывает? Оно доказывает, что... Что у неё есть кольцо, и всё. Оно ничего больше не доказывает. Потому что оно бы доказало бы, опять же, наличие их связи, если бы они сделали семейную фотографию о том, как они женятся и идут в ЗАГС, и подписывают это самое дело, и всё, что вот... И Алина Кабаева теперь становится Алиной Путиной, и является его законной женой. Но ведь этого ничего нету. А кольца она может надевать, да хоть в нос может. У африканцев в носу кольца есть. У кого-то в ухе есть кольца, вот там, я не знаю, у цыган или у пиратов. И куда она себе это кольцо приделает, нам без разницы. Главное, что нет ни одной фотографии Путина с Кабаевой, и их не прибавилось. То есть не появилась новая фотография, где Кабаева сидит в обнимку, а вокруг них ползают дети, собаки, и такая у них идиллическая атмосфера семейная. Этого ничего нет. Это всё рассказки. Хорошо. Зато есть Павел Зарубин, который каждый день берёт у Путина интервью. Ну вот опять же, почему не прикрыть Кабаевой Зарубина этому? Ведь одни плюсы от этого, как такие браки называются. Потому что Зарубин метр девяносто, а Кабаева не натянет. Не натянешь, я понял. Нет, там, значит, по этому поводу другая какая-то есть поговорка, там фиговым листиком спид не прикроешь, что-то там в этом роде. Значит, Кабаевой спид не прикроешь. Понятно. Хорошо. Ещё одного кандидата, правда, самовыдвиженца было слышно на этой неделе. Я процитирую здесь. Мой арест произошёл через месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня амнистируют так же, как и повара. Сказал, ну, понятно, кто Гиркин. Что стоит за вот этой примеркой Пригожинской шинели? Как вы думаете? Ну, он просто боится, что его действительно замочат в этой самой камере. И у него единственная защита и возможность не умеять очень быстро, это чтобы о нём не забыли, чтобы о нём всё время вспоминали. А сейчас такой период, когда он, кстати, именно поэтому аж в августе месяце сказал, что идёт президент. То есть он понимал, что это единственная возможность. Вот если объявить, то об этом все напишут, и дальше будут все спрашивать, а где там Гиркин, где там его президентская кандидатура, и так далее. Вот, кстати, у него право такое есть абсолютно, потому что человек, который сидит в СИЗО, он ещё не осуждён судом, и, соответственно, презумпция невиновности, соответственно, он может совершенно спокойно выставляться, вот в отличие от Навального, которого уже там осудили в 25-й раз по какому-то очередному там уголовному преступлению. Вот. Он нет, он хочет просто выжить. Вот. Ну, правда, он забыл, что он сел сам, он сам виноват, что он сел, потому что он, значит, создал сообщество, политическую партию, которая называлась Клуб Разгневанных Граждан, и, значит, начал критиковать напрямую Путина и, кстати, Кабаеву. Вот. И вот последний пост его, перед тем, как его посадили, он сказал, что у бывших императриц, императоров Российской Федерации были любовники, у императриц, да, но они, по крайней мере, были умными и красивыми, а тут, значит, ни ума, ни красоты. Ну, здесь Геркин, конечно, перешёл немножко здравый смысл, потому что Кабаевой в красоте Кабаевой нельзя отказать, да, она всё-таки эффектная женщина, надо сказать, она всё-таки гимнастка, у неё там и тело есть, есть чего, в смысле, в женском плане показать. Вот. Ума там, я не знаю, скорее всего, она же всё-таки спортсменка была, поэтому ума там, скорее всего, не было никакого. Вот. Но то, что вот Геркин наехал не просто на Путина, Путину он сказал, что я его умнее во всех смыслах, и как военный, и как кто угодно. То есть я буду лучше президент, чем Путин. Вот. И плюс ещё он наехал на Кабаеву, поэтому Путин его не мог не посадить. Или люди вокруг Путина не могли его не посадить, потому что, не дай бог, дошло бы до Путина, и тогда, так сказать, он топал ножками, говорил, а он там меня называл земляным червяком, ну-ка посадите его в Сизу Лефортова. Вот. А из Сизу Лефортова Геркин выйти не может, ему продлили, кстати, в очередной раз сидение там на шесть месяцев. И ему главное не выйти оттуда вперёд ногами. В этом смысле он абсолютно прав, потому что чего-чего, а Геркин, в общем, у Геркина голова есть. Да, потому что он, так сказать, в отличие, кстати, от Пригожина. Да, у Пригожина он был просто такой... У Пригожина была большая глотка, а у Геркина, в принципе, мозги есть. Вот. Он неприятный человек, он преступник, так сказать, уже приговорённый к пожизненному заключению в Гааге, ну, почти в Гааге, то есть там, в Голландии. Вот. Но мозги у него есть, и критика его, его критика и Путина, и специальная, так называемая, военная операция, она абсолютно правильная. Он, правда, с этими мозгами почему-то делает противоположные выводы, и после своей критики, вместо того, чтобы говорить, надо немедленно прекращать эту операцию и, так сказать, выводить войска, он говорит, нет, надо всех мобилизовывать, чертовы бабушки, всю Россию, и, значит, надо заваливать мясом, там, я не знаю, миллионами трупов Украина пока не сдастся. Как вам кажется, ну, мы знаем, что Кремль и Путин, они не гнушаются показательными казнями, ну, там, смерть Пригожина. К тому доказательства и отравление каких-то бывших россиян, которые бежали из Российской Федерации по всему миру, тому пример. Почему Гиркин жив на сегодняшний день? Тут два варианта. Или на него не обращают внимания и считают, что он не представляет угрозы вообще никакой. Или его могут... Лефортова кто курирует? ФСБ? ФСБ, да. Или, может, ФСБ его придерживает. Этот неглупый человек, вы правы, он враг, но он грамотный враг, он умный. Он может повезти тех же женщин российских. А почему нет? Он может еще пригодиться на фронте для бунта на фронте, для похода на Кремль. Вариант? Вариант. На самом деле, то, что он уже, да, там, два года имел свой сереграм-канал и дельную абсолютно критику Путина в течение двух лет высказывал, это примерно то же самое, что вот Валерий Михайлович Соловей, которому тоже говорят, а как же вы еще живой? А он говорит, что за мной там стоят люди, которыми я прикрываю. И вот Гиркина тоже прикрывали, явно его прикрывал, кстати, ФСБ. И вполне вероятно, что ФСБ его все-таки прикрывает каким-то образом, с одной стороны. С другой стороны, здесь немножко другое объяснение есть. Потому что сам Гиркин по себе ничего не представляет, потому что все его объединение избирательное, это 22,5 коллеги, там его жена и какие-то три собутырника, которые, кстати, как только его всадили, они от него отказались. Вышло его защищать просто там 5 человек, просто такая была очень смешная сцена, ну 10. Но идеи, которые транслировал Гиркин, это идеи, которые гуляют в патриотическом зет-сообществе. И то есть вот эти идеи, которые гуляли и у Пригожина, которые гуляют у Малафеева, которые гуляют у вагнеровцев, которые гуляют у всех русских фашистов, которые, значит, за войну. И если Гиркина просто убить, то он может стать мортиром, потому что он же сидит в Лефортово, а в Лефортово, понимаете, ведь камера не может вдруг упасть с высоты 8 тысяч метров, как это было у Пригожина. И, значит, получается так, что если в камере он умер, то уж, ну просто шито белыми яицами, что его там убили. Хотя он был дурак, потому что он, хотя и вроде умный человек, но вспомните, когда его начали сажать, и там было первое заседание суда об определении мер пресечения. И он стал говорить, вы знаете, я вообще-то больной, у меня там сердце больное, поэтому меня надо под домашний арец, а не в СИЗО. И то есть на самом деле он им даже подсказал, как с ним надо делать. То есть у него должно остановиться сердце, и его сказали, ну вот видите, не выдержало сердце у поэта. Но Кремль, я думаю, что вот если бы это было не накануне, не за 6 месяцев до президентских выборов, то его больное сердце бы отказало буквально на второй день пребывания в Лефортово. Но поскольку это сейчас все-таки выборы какие-то есть, и мы понимаем, что это не выборы никакие, но игрушка-то играет, то есть есть какая-то компания, есть какой-то ЦИК, есть какие-то публикации, есть какое-то решение, Путин выдвигается, не выдвигается, какие-то другие кандидаты. И вот сейчас, если Гиркин помрет, то в общем это может, понимаете, вот сам по себе Гиркин ничего не значит, но вот сложиться может пазл, когда вагнеровцы недовольны, что Пригожина убили. Жены, эти самые вдовы, полувдовы при живых мужьях уже недовольны, что их мужей там даже раненых не отпускают, что деньги им не выплачивают. Кто-то недовольен, что яйца дорогие у Путина, да? Извините за выражение. А кто-то еще чем-то? И вдруг умирает Гиркин. И вот вдруг можете, вы знаете, в такой ситуации может любой совершенно смешной повод вдруг громыхнуть и чем-то там оказаться довольно серьезным. Да? Потому что, ну, какой этот герцог Фердинанд, какое значение он имел в этом сарае? Да? И вот вдруг, когда его там замасили, вдруг началась Первая мировая война. Потому что вот бывают такие вещи, когда совершенно никому не нужный человек, совершенно никакой, ничего не играющий, никакой роли не играющий, ничего не значащий, вдруг он может вот сложиться и срезонирует. Это вот почему, когда идет полк по мосту, заставляют идти не в ногу? Потому что, если в ногу пойдет полк на мосту, то любой мост может рухнуть просто. Потому что волны, потому что резонанс, войдет структура в резонанс и разрушится. И поэтому, когда большие группы людей ведут по мосту, им говорят, не идите ни в коем случае в ногу. То есть даже военных, когда пересекают мост, специально говорят, отставить идти в ногу. Понятно. Ну, тогда, значит, конец марта, начало апреля, возможно, конец весны 2024 года будет очень опасным для сердца Гиркина, который действительно, как вы говорите, подсказал им, правда, что можно написать в медицинской карте усопшего. Так, давайте перейдем снова к Путину. Вернее, уже, наверное, надо говорить к человеку, который представляется президентом Российской Федерации все-таки, да? Почему нет? Можем себе позволить, потому что нечего так часто использовать двойников. Двойники или нет посещали Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию? Как вы считаете? Российская пропаганда, конечно, на этой неделе просто билась в экстазе. Они смаковали все эти визиты, кричали о геополитическом весе Путина, который он не растратил. На самом деле, как вам кажется, зачем Вова ездил к шейхам? Вова ездил к шейхам просто чтобы прошвырнуться и показал, что он может ездить к шейхам. И все. Ничего другого. Потому что ничего не подписывалось. И хотя там говорили, ах, там какие-то важные протоколы, что-то надо там про нефть поговорить, там про цены и так далее. Вова ничего не может ни по какой нефти, ни с какими шейхами разговаривать, потому что, собственно говоря, он ничего не решает. Да, ОПЕК – это большая организация, в которой, кроме Вова, есть очень много-много стран. Россия, кстати, не входит в ОПЕК. Входит в ОПЕК плюс, то есть сбоку в припеку. И по этому поводу ему надо было просто прошвырнуться и все. Ничего другого здесь на самом деле нет. Но ему надо было показать в очередной раз, что он сделал себе обрезание и что он стал мусульманином и верным исламцем, исламистом. То есть, грубо говоря, он вместе, он же взял туда Кадырова и даже не просто Кадырова, а еще и сыновей. То есть, они все групповой хадж сделали в Саудской Аравии. В Саудской Аравии, я вам напомню, находится Мекка и Медина, святые места мусульманские. Раньше которые, кстати, до Саудской Аравии были под эгидой Османской империи, Турецкой империи. И Эрдоган, кстати, хочет их рано или поздно отвоевать себе обратно, чтобы быть, так сказать, законодателем в мусульманском мире. И мы знаем, что каждый мусульманин, по идее, должен быть хоть раз в жизни сделать хадж. А поскольку Путин только-только принял мусульманскую религию, судя по всему, потому что он просто гекшается в последнее время только с мусульманами. И бедные православные, бедная титульная нация и русские, они все в загоне, их Путин не жалеет, и не жалеет евреев, и не жалеет никого. И таким образом, в общем, это получился такой коллективный хадж в Саудской Аравии. Почему? Вот вполне себе. Я, по-моему, у себя какой-то там утролик, где я рассказываю про это дело, я так написал, Путин и Кадыров совершили хадж. Ну, странно, зачем это шейхам непонятно принимать у себя Путина и поднимать его рейтинг в Российской Федерации? А нет, Алексей, вот здесь вы немножко заблуждаетесь, потому что, ну, во-первых, вы еще скажите, портит свою репутацию. Это еще МВС портит репутацию после Хашуги, которую распилили на кусочки в консульстве саудовском в Турции. Да, то есть, ну, извините, про чью репутацию вы говорите, да? Или там, он ездил, кстати, в любой, вот все, ну и даже Объединенные Арабские Эмираты. Это семь Эмиратов, каждый из которых абсолютная монархия. Да, то есть, какая репутация? Если бы, я не знаю, там, в Штаты поехал куда-нибудь, или, я не знаю, там, в Швейцарию, то можно было бы еще о какой-то там репутации говорить. Кстати, и в Швейцарии репутация та еще, да? Потому что еврейские деньги, они так... Вы понимаете, даже не репутации, скорее, а с того, что они могли стрясти с Вовы за эти визиты. А с Вовы может сейчас стрясти все, что угодно, на самом деле, потому что он же в зависимом положении, ну, Арабские Эмираты просто бабло российское хранят теперь вместо Швейцарии, да? Потому что все российское бабло теперь можно хранить только в Арабских Эмиратах. И там четыре тысячи компаний российских зарегистрировано, и туда, кстати, Володя Потанин с ним ездил, с Путиным, потому что, говорят, там самолет Потанина был, и самолет Хуснулина был, и кого-то там... Кто только там не был замечен. Вот. Так что в этом смысле... И они вообще... Чего они теряют, так так говоря? Красивая картинка, они показали там боевых верблюдов выстроили, значит, провезли его там тысяча однонощных, пальмы какие-то там, Алладин, я не знаю, там только вот джина там не было, который... А, нет, был даже джин, пролетел, значит, из своей волшебной лампы вышел и триколором, так сказать, на небе обозначился. Вот даже, видите, джин из бутылки даже выпустили. Кстати, это аукнулось, немедленно с аукными ароматами, буквально на следующий день после путинского визита, то есть Путин ездил 6 декабря, а 7 декабря брат Бен Санмана, 62-летний принц, там еще очередной, там их... Они все там принцы, вот, но он такой не по прямой линии, но все равно принц. Вот, он, кстати, пилот, значит, самолета военного, и он на F-15 разбился в представленных обстоятельствах, буквально на следующий день после того, как Путин посетил Саудовскую Аравию. То есть, либо это вот плохая квартира, то есть, Путин такой шайтан, шайтан, шайтан привез туда в Саудовскую Аравию, и теперь у них там несчастья начались. Вот, значит, в королевской семье, значит, у них там траур, и вот там на этой неделе уже хоронили брата Бен Салмана. На новичок проверяли, интересно? Было бы не лишним, ну, а почему нет? Да, дома Путина неожиданно навестил иранский президент. Вот тут очень странная история, согласитесь, транслировали их встречу. Путин был не настолько, кстати, счастлив, когда бегал возле шейхов в Саудовской Аравии и возле принцев. Ну, не было такое ощущение, что это дружественная встреча, согласитесь. Путин сказал, что он, когда пролетал над Ираном, он даже подумал залететь к президенту Райси, но ему ответили, что тот сам его вскоре посетит в Российской Федерации в Москве. Возникает вопрос, Путин вообще знал об этом визите или нет? Или Райси сам его назначил? Райси сам его назначил, потому что, и это, кстати, совершенно понятно, потому что для того, чтобы понять, почему Иран взбрыкнул, это Иран взбрыкнул, то есть не то, чтобы взбрыкнул, напрягся, напрягся. Для этого надо напомнить, что монархии, абсолютно, которые посещал Путин на западе Персидского залива, это суннистские монархии, а Иран шиитская страна, а шииты и сунниты, это примерно то, что гугеноты и католики, то есть они друг друга резали, кстати, точно так же, как и католики гугенотов, и Иран с Ираком, кстати, по этому поводу воевали, то есть они друг дружку ненавидят еще гораздо больше, чем всех нас, и единственную страну, которая ненавидит еще больше, чем самих себя, это Израиль, на них существует, но Путин поехал к суннитам, а шииты напряглись, как это он к ним поехал, а мы, а чего, а у нас же с ним протоколы какие-то, а мы же, мы ему даем оружие, Саудской Аравии какое оружие ему не давало, Саудской Аравии, кстати, у Российской Федерации почти нет никаких экономических взаимоотношений, там полтора миллиарда товарооборотов, при том, что внешняя торговая Российской Федерации это примерно 500 миллиардов, от 450 где-то, то есть там, это что там, даже проценты не получается, да, вот, а с Объединёнными Американскими Эмиратами 9 миллиардов в прошлом году, рекордный оборот, потому что до этого было 4,5, а до этого тоже было 2, то есть тоже там на уровне статистической погрешности, вот, но Иран напрягся, потому что он сказал, а чего это он поехал к нашим врагам, ну-ка, давай-ка мы быстренько приедем к нему и спросим у него, что такое, причём Рейси, понятно, что в Иране, чтобы люди понимали, он вообще ничего не значит сам по себе, то есть это такой игрушечный президент, вот точно так же, как в ФРГ, да, в Германии, потому что там тоже у них есть президент Штанмайер, да, которого никто никогда не видел, никто не знает, ну, за исключением формулы Штанмайера, да, которая, так сказать, была известна, потому что он у них открывает, вот во Франции это называется открывать хризантемы, да, вот когда надо куда-то поехать, перерезать ленточку, там, девочкам с бантиками, там, что-то там взять у неё хлеб-соль, там, я не знаю, сказать какую-то речь такую, которую никто слушать не будет, ну, приятно в том месте, куда вы приехали, вот примерно такой президент в Западной Германии, все дела делает канцлер, а вот президент это такое условное совершенно место, и вот Раисе такое же делает, потому что у них аятолы решают что-то, а стражи исламской революции управляют, а президент это такая, просто игрушка такая, плюшевая. Ну, наверное, что-то привёз от аятолы, от стражей, ну, посмотрим. Складывается впечатление, что... Он, скорее всего, хотел получить что-то от Путина, потому что Иран Путин уже дал всё-таки дроны, да, и Иран ему, кстати, продал лицензию на производство дронов. И теперь Путин сам производит дроны иранские, по иранской технологии. Но в ответ Иран хотел, чтобы Путин им много чего передал. И, кстати, Путин много чего им передал, потому что там практически за российские деньги строится атомная станция. Но самое главное для Ирана это путинская военная ядерная программа. То есть они очень хотят, чтобы он просто им подарил бомбу ядерную. Ну, скорее всего, весь мир сейчас просто молча наблюдает за тем, как это происходит, как эти переговоры идут к своему удачному завершению, судя по всему. Показал этот визит, знаете, вот этот самоприглашённый визит, что Путин стал вассалом ещё одной страны. Хотел он этого или не хотел, да. Бывший, бывший уже, скорее всего, выходящий из-под орбиты влияния, мне так кажется, Путина, Лукашенко, кажется, тоже в последний момент узнал о своём визите в Китай. Какой-то он был экстраординарный, этот визит. Не показалось ли вам, что Си вызвал его к себе в последнюю минуту и зачем он это сделал тогда? Это действительно странный немножко визит, но я не... Я думаю, что не Си вызвал, а Лукашенко навязался, то есть, точно так же, как Рэй Си навязался Путину, Лукашенко навязался Си, но Си его принял. И это довольно интересная вещь, а интересная вещь на самом деле вот какая. У Путина с Китаем вопреки тем разговорам и Путина, и Китая, на самом деле не самые хорошие отношения. И в Китае сейчас происходят какие-то вещи очень странные, которые тоже говорят о том, что у них какие-то внутренние... Ну, у них давно внутренние проблемы, но теперь у них внутренние политические проблемы, потому что начинают умирать очень важные люди, там бывшие премьер-министры, бывшие министры, бывшие там ракетчики какие-то, то есть там на самом деле там идет какая-то чистка, судя по всему. Вот. И самое главное другое. Вот в марте месяце, когда был визит с Лимпинем в Москву, то было несколько моментов, которые показали, что Путин взбрыкивает по отношению к Китаю. А вроде он не в том положении, чтобы взбрыкивать, потому что он полностью по уши зависит от Китая, и вдруг он взбрыкивает. И вот я так думаю, что и Лукашенко, а Лукашенко, с другой стороны, ищет противовес Путину. Точно так же, как Казахстан нашел в Китае противовес Путину, и Центральная Азия нашла противовес Путину. И на самом деле СИИ просто приятно, так сказать, сделать неприятное Путину. Да, вот как это, в каком-то тоже фильме сказали. Я понимаю, что ему будет неприятно. А мне будет приятно, если ему будет неприятно. Это был такой фильм «Человек в проходном дворе». Там происходит дело в Прибалтике, там с прелатинским акцентом женщина такая говорила. «А мне хотелось, чтобы ему было неприятно». И вот у меня такое впечатление, что СИИ хотелось бы, чтобы Путину было неприятно. А вы видите, как Армении сейчас хочется, чтобы Путину было неприятно? Конечно. Да, что там контакт с Азербайджаном, у них совместное заявление, взаимное освобождение части пленных, да. Но вот кажется, что Армения уже готова на все сейчас пойти, лишь бы уйти из-под влияния Путина и Москвы. Вы знаете, на самом деле сейчас очень выгодный момент вообще освобождаться от зависимости от Путина, потому что Путина, ну что он, пошлет поиска в Армению сейчас? Вот. И поэтому, кстати, на Кавказе вообще движуха. И на внутрироссийском Кавказе, отсюда, кстати, Кадыров. Кадыров просто делает Путин что угодно. Поэтому я издеваюсь над Путиным и говорю, что он себе облизание сделал. Вот. Потому что просто под мусульманами ходит и под кавказскими мусульманами ходит, ну просто так, как вот они, как Кадыров хочет, так и ходит. Вот. А тут вдруг, значит, вы упомянули Армению и плюс еще Грузия, да, потому что вот Грузия буквально вчера, накануне нашей с вами записи, значит, в Грузии прошла манифестация, причем в защиту европейского выбора Грузии. Там-то это даже не манифестация, марш просто. 12 тысяч человек для Тбилиси это не очень немало, согласитесь. Да, это немало и больше того. И это показывает на то, что у Путина нету, потому что когда диктатор, никаких маршей не может быть, потому что тут же разгонят еще на уровне там собирания в колонны. А если что-то прошло такое, то, значит, все-таки позволили, а это значит, что Путина не боятся уже. В том числе, кстати, грузинское правительство, которое от него полностью зависит. И то есть получается так, что Азербайджан отвоевал себе на Горный Карабах, не боится Путина. Армения пролегала на Горный Карабах, но стала откровенно проводить учения с Соединенными Штатами Америки плюс Франция, плюс договариваться напрямую с Арменией уже без всякого последничества Путина, просто, так сказать, потому что в одном регионе. Плюс в Грузии все-таки есть какие-то проявления, потому что президентша грузинская, кстати, время от времени разбрыкивает, да, вот когда там хотели провести закон об ИГН и на агендах, она просто пригрозила, что будет наложить вето, его отозвали, и там тоже было, кстати, тоже была заваруха там ночная, то есть люди собрались перед президентским дворцом, или там, нет, не перед дворцом, а перед парламентом, который собирался этот путинский закон в Грузии принять. И заставили этот закон засунуть туда, откуда Путина предложили стать президентом. и, то есть на самом деле подвижек много, много всяких подвижек, да, когда Казахстан осудил своего гражданина за то, что он участвовал в специальной военной операции в России и напомнил, что по законам Казахстана это является уголовным преступлением, то есть наемничество, оно и в Российской Федерации является уголовным преступлением, но в Российской Федерации Путин идиот говорил, что я финансировал уголовного уголовника Пригожина из государственного бюджета несуществующее юридическое лицо, которое существует в нарушении уголовного кодекса Российской Федерации, но в Российской Федерации он это может, а вот в Казахстане тоже показывают зубки. Таким образом, на самом деле сейчас очень сложная ситуация для Путина геополитическая. Вот поэтому, кстати, он поехал корабом. Какая разница, куда поехать? Где примут, туда и поедем. Вот Мадуро теперь его, наверное, следующий пригласит. Там же Путин тоже заваривает кашу в Южной Америке? Там же, судя по всему, но вы знаете, здесь, если послушать, опять же, Валерий Миколаевский Соловья, генерал СВР, то Пригожин живой-здоровый. И, кстати, там в Венесуэле и сидит. И вообще появилась версия о том, что Пригожин сейчас с вагнеровцами и мучает воду в этой самой Венесуэле, будет захватывать соседнюю Гаяну, значит, нефтяные месторождения. То есть, то, что он делает, в принципе, в Африке, там, в Мали, там, я не знаю, в Нигерии, там, и так далее. То есть, на самом деле, очень похоже на правду. И еще, не дай Бог, Пригожин еще возникнет и скажет, да, я живу здоровый и хочу быть президентом Российской Федерации. Вот будет смертно. Зеленые человечки пойдут на Гаяну, да, потом Мадуро будет кричать, нас там нет, аннексия.